Я знаю, что у вас хороший вкус и чувство юмора. И я уверен, что нам с вами дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы. К сожалению, большинства из них сейчас с нами уже нет. Но именно их творчество сделало нас теми, кто мы есть, тонкими, полноценными людьми, способными сопереживать, смеяться и любить. Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который родился и вырос в Одессе, и с которым вы лично дружили, и произведение которого вы наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий? Песни, которую вы наверняка знаете наизусть, а фильм «Место встречи изменить нельзя», с легкостью можете цитировать. Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры. Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции в Украине, то мне кажется, что вряд ли его посыл был бы таким же, каким он был в тех его военных песнях. Могли ли себе такое представить Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Витцин, Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль, над работами которых все мы столько раз смеялись и плакали. Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами. Аркадий Борис Стругацкий, а Александр Исаевич Солженицын, которого вы лично называли истинным патриотом России. Думаю, что этого они бы себе представить не могли. Вы, наверное, ответите, что они были бы не менее шокированы тем, что происходило в последние годы на Донбассе. И это правда. Но не уверен, что это для них оправдало бы то, что происходит в Украине сейчас. Уважаемый Владимир Владимирович, Я знаю, что вы чтите память наших предков и наше духовное наследие. Прошу, давайте из уважения к памяти тех, кто сделал нас лучше, добрее и чище, найдем какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации. Я понимаю, что все уже зашло очень далеко, но у вас же наверняка получится что-то изменить, если вы сочтете это необходимым. Ведь мы с украинцами – это одно культурное целое, и нам не надо объяснять друг другу то, чего никогда не поймут наши западные партнеры. Каких раков надо брать? По три или по пять? Что такое руса-туриста, облика морали? Почему правдом – друг человека? А также, почему у нас всех щемит душу, когда хриплый голос просит коней скакать чуть помедленнее вдоль обрыва? Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, которую пел Владимир Семенович. Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы. Спасибо за внимание.